ребят всем привет итак у нас финальный матч 1 4 3 игра играем против хера роберта в 1 4 финала по правилам турнира первым выбирает игрок который выше в сторону или карту вторым игрок соответственно его соперник и на третью игру в случае ничьи брат подбрасывается монетка соответственно я выиграл выбрасывание но на этот раз решил выбирать не сторону карту потому что опять таки это бы свелось к танковым баталиям на открытом в открытом поле и играть эти бои не самое интересное зрелище поэтому я взял одну из своих любимых карт это амаха и получается противник выбрал сторону он взял синих я ему забанил канаду и 100 и четверку сначала забанил канаду и 101 смотрю он взял четверку я и а я забыл что значит четверку можно брать то есть в катке с ленар там мы договорились что четверку не берем из-за его ее дисбалансности вот но он взял и я писал типа черт я забыл что мы играем с четверкой он говорит хорошо перебаня место 101 забанил четверку и канаду против канады довольно неприятно играть слишком много чиповые пехоты огнеметчики по 10 копеек которые могут держать целый фронт сидя в здании и соответственно большое количество ресурсов высвобождается для покупки авиации артиллерии и прочего 101 немножко со 101 тоже не из не самое простое не самая простая борьба против 101 знаешь тихи роберт никогда 101 особо не играл тем более люфтланда вполне себе может справляться со 101 ну и соответственно он мне забанил вторую танковую вот до 2 танковый даже на этой карте и боится и 17 сс в принципе мне что люфтланды что 17 сс было одинаково комфортно играть правда люфтланды даже чуть побольше я не знаю почему все так боятся 17 ну видимо потому что рссо по кд не очень приятно на себе ощущать ну и соответственно давайте посмотрим как развертывались игроки на этой карте ну точнее я и я роберт я традиционно люблю делать удар в двух направлениях за люфтланду то есть создавать давление на разных участках фронта люфтланда это себе может позволить и не каждая дека противника может с этим справиться к слову помните финальный матч против ленарта там я играл как раз со стороны скотов вот и у меня у ленарта там тупо кончилась пехота вот теперь мне предстоит побыть в школе ленарта и поиграть за люфтланду против скотов ну соответственно на левый фланг я взял панзер абвера в крайний домик чтобы на дистанции 250 метров контрить оврешку которые ну логично всего она поедет на левый фланг по моему мнению то есть оврешка выезжает с этой позиции и на 600 метров может обстреливать и вот эти вот домики соответственно вперед едет спам можно даже бренд группу за 10 копеек вскрывает огневые точки оврешка методично это все уничтожает поэтому случае если бы он обнаглел панзер абвер бы его забрал плюс для того чтобы не дать работать оврешкой и остановить ее на дальних подступах я взял пак 40 на эту дистанцию ой точнее на этот фронт левый в свой фланг точнее и плюс снабдил командиром и отрядом верзаться пак 40 встанет вот в эту позицию здесь дистанция 1000 метров до того момента как он откроет огонь то есть вполне себе ну два процента шанс пробить но тем не менее врешка ответить ничем не сможет плюс командир то есть пак 40 будет со звездой ну и абвер светит все открывается в нужный момент плюс в упор если к на него набежать он быстро распилит любой отряд пехот город у меня охраняет два отряда огнеметчика отличная штука наконец-таки немецким огнеметчиком снизили цену хотя и ненамного и не во всех деках к слову здесь помню ничего не снижали но 20 копейка не стоит и в принципе нормально они неадекватно стоят у канады за 10 копеек вот но в целом им цена где-то около 20 копеек 20 15 15 у франции 15 даже тоже дешево вот но тем не менее город у меня держит два огнеметчик пробить их практически нереально они вскрываются только когда на дистанции 100 метров то есть их можно вскрыть только разведкой на 150 метров подбежать и тогда они будут светиться в здании а огонь открыть не смогут и соответственно файл суппортом поэтому зданию но здесь такие здания дистанция между которыми ровно 100 метров то есть без шансов и соответственно один удар будет на центральное направление через штук штук выходит на дистанцию 1100 метров примерно и начинает огонь его поддерживает разведка которая будет светить пушки и 3 отряда ирзац пехоты один раз сядет в этот домик ну и на правом фланге абсолютный блеф здесь разведка за 30 копеек танчик и панзерша хотя можно было панзерабвер купить за 45 можно то есть здесь гораздо больше до средств я потратил зря конечно надо было брать панзерабвер за 45 просто панзершрек стоит 30 разведка 30 это уже 60 панзерабвер включает себя и панзершрек и разведку и стоит 45 можно было еще одного ирзаца купить но не суть плюс танчик за 40 копеек он встанет в эту позицию будет отстреливать пехоту который будет пытаться набежать что делает противник в общем то я угадал его стратегию очень такая банальная он взял оврешку на правый фланг взял спам пехоту единственное что не взял это разведку вот но потом увидите почему плюс командира матли ну в принципе стандартный отличный план даже несмотря на то что он сильно очевидные противопоставить ему особо нечего ну можно хеншелем вылететь это 200 поинтов то есть на остальных флангах у вас ничего нет плюс хеншель не факт что заберет ну и со старта хеншель никто не берет и очков на него никто не оставляет как правило то есть если вы оставили то по другим флангам вы беззащитны и это будет только увеличиваться с каждой минуты к тому же он мог не купить аврая но вот сыграть через мелкий фарс пор через фугасницу с девятым лбом вот через эту позицию то есть и вообще никак не достать но и так далее но он сделал как сделал три отряда пехоты командир и аврешка по центральной дороге причем все идет здесь блеф поставил из одного отряда пехоты и левый фланг усилил левый фланг действительно усилен здесь три отряда пехоты разведка командир разведка два командира причем от разведки двух командиров очень хороший трансфер но от разведки не уверен тут один брэн но вот от командира очень мощная хотя нет тоже брэн ну да и пересет пересаживали на другой транспорт но тем не менее трехзвездочный брэн тоже неплохо наваливает вот в целом не сказал бы что сильное развертывание хотя аврая может доставить неприятности да и так давайте посмотрим посмотрим как проходил этот бой смотрим традиционно моего взгляда я не так легче будет комментировать что происходило все потихонечку развертывается грузаются пак сороковой едет до упора адвер и вот она разведка которая говорил то есть он не взял разведку на левый фланг зато он взял самолет разведчик и давайте посмотрим что он видел пока экшены не было я хочу увидеть он увидел пушку на секунду я не знаю контролил он в этот момент скорее всего нет на левом фланге какой-то замес он скорее всего не увидел пушку она мелькнула на секунду зато он видел штук подумал что удар будет на центральное направление в принципе я туда тоже собирался бить пока врэшка едет он за увидел танк пехота расставилась боялся что я буду бить что ли он должен был дальше проезжать видит тут только голый танк врэшка тем временем проезжает ну ладно давайте посмотрим теперь что видел я я вижу гола врэшка я видел как высадилась пехота но почему-то он вперед не пошел ею и вот ключевой момент битвы врэшка стоит бортом но нет борт я ее не заберу она просто остановилась я убиваю один отряд пехоты так 40 двигается он думал что это пак 38 даже не пак 35 потому что он ну видимо ошибся он думал что маленькая пушка но ошибся в названии пишет как пак 38 мог убить аврая но на самом деле аврая убить не пак 38 вы смотрите весь драматизм ситуации он подумал что это маленькая пушка едет на нее вперед а может даже не подумал что маленькая пушка просто едет на нее вперед пак 40 в общем то имеет хотя опасные шансы на дистанции он почти доехал 650 ему 50 метров остается до того чтобы убить пак 40 то есть дать один залп и застанет ну не обязательно убить он едет едет но в чем драматизм здесь просто я как чувствовал что он поедет на на прорыв и заранее до старта не знаю плана противника поставил здесь панзер абер и вот что произошло он едет 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 все он может стрелять по пушке открывает огонь и тут выстрел панзершека панзершек слову не убил экипаж просто крит то есть даже и даже техника не повреждена не отнято ни одного хитпоинта она абсолютно чистенькая просто нанес временный крит то есть это крит не пробития панзер абер вышел из здания второй выстрел второй выстрел уже нанес крит то есть было пробитие но технику я не уничтожил тем временем на центральном направлении идет наступление ну здесь как мы помним блефа из одной из одного отряда пехоты штук работает по пехоте и так панзраввер нанес крит и пак 40 добивает в борт хотя если пак 40 не добил я думаю панзраввер должен был справиться подбежал бы поближе да убил все а в ре убита центр я продавливаю ну и сразу принимая решение штурмовать вот эти квартала это основное несмотря на то что тут много пехоты его надо продавить и самое главное выбить кварталы потом практически будет невозможно плюс создавая давление на центральном направлении то есть он должен подлатать дыру здесь вроде как здесь прорыв а здесь у него оборона конечно же суда он закупаться не будет ну что тут два отряда пехоты командир еще и транспорт трехзвездочный а здесь прорыв полный то есть вызываем суда логично до силы но поэтому я решаю бить в город несмотря на то что он укреплен не есть пак 40 у меня есть фальши как ходячий танк ну и не забываю давить центр центр пускай вызывает сюда пушку пускай вызывает сюда стюарт это все в пользу того чтобы штурмануть город я сюда вызываю еще два маленьких танчика за 40 копеек вот чем они хороши у лифтланды доход 80 на стаде то есть я могу вызвать два fire support танчика которые очень сложно убить нынешней мете ну потому что нужно попасть потом возможно крит потом еще счетом командира сейчас надо вытаскивать из здания потому что ребята без звезд и они могут сдаться все в свалку ничего страшного это особый стиль люфтланды это за 40 копеек один мегаюнит у каждого из них 5 фугас в упор и получается 20 х и в упор вот но если тут дистанция 100 метров тут вроде это 150 поэтому получается 8 фугас все ребят получили звезды будем пробиваться едет еще разаться разаться вообще один из самых сильных юнитов в игре смотрим то что он так плох вроде как нам стоит 10 копеек и 5 фугас за 10 копеек это очень круто пробили мы первый квартал сейчас будем забиваться второй он вызывает фугасницу к слову к этому времени я начал копить на хеншель я я был уверен просто на сто процентов что у него нет сил покупать авиацию сейчас и пво и евро он потерял то есть хеншель уже бессмысленно вроде как покупать но вот как раз таки отстреливать вот подобные юниты вполне себе полезно будет маленький танчик остановился по собственному желанию начал стрелять я его не видел просто ждал если бы увидел что он стреляет подвинул его поближе на пулеметный огонь так 40 потихонечку двигаться вот он нашел нашел фугасницу идет по фугаснице огонь один выстрел пушка почти подавлен до конца продолжаем штурмовать кварталы получил крит пушка застанена трехзвездочная пушка уничтожает танк к слову и правой фланги я вообще не контролировал я был сосредоточен на левом фланге то есть я даже не заметил что все обвалилась ну вот хотя надо было вызвать хотя бы пару отрядов пехоты но просто реально не видел потому что шла атака на центральном направлении шла так она левом фланге и причем довольно успешно сейчас мы будем заходить кварталы пушка не уничтожена она просто отступила поэтому ничего страшного центральном направлении заранее знал что он вызовет стюард поэтому взял маленькую пушечку и кстати стюард сразу в тот же момент появился стоим ждем точнее стоим атакуем вот он хеншель хеншель вылетает как я и говорил противника нет средств на покупку пво истребителя он первым делом начал латать дыру дыры купил фугасницу купил стюард то есть хеншель безнаказанно может работать он уничтожает и сразу же отступает то есть несмотря на то что есть транспорт этого никогда не делать я уже говорил каждый выстрел занимает 30 секунд перезарядки то есть вот все что отстрелял хеншель там три снаряды мы его возвращаем на базу через полторы минуты он будет готов за счет того что потратил меньше снаряда транспорт это не самая страшная цель то есть смысл есть забирать только танки дорогие танки ну или там какие-нибудь прорывавшийся стюард тот же тоже можно на него потратить командир в упор тоже имеет неплохой фугас 9 поэтому можно вы повоевать и командиром пробиваем кварталы вот о чем я и говорил то есть ни на кого истребитель у него денег нет он покупает обновляет обновляет пехоту в городе пытается удержаться в принципе его пехота на 100 метров довольно неплохо наваливает особенно так тура по двумя звездами два пистолета пулемета плюс винтовки это 8 фугас то есть неплохо очень неплохо командира здесь теряем позади резервный командир ну и вот он мне пробивает правый фланг я про него совсем забыл поэтому я был погружен а так плюс один к слову идет у противника не у нас за счет того что я потерял контроль над правым флангом но жестко закрепился на левом фланге сейчас мы будем это все пробивать плюс у меня хеншель плюс у него в потере 2 торгущей техники вот вызываю пехоту чтобы закрепиться на правом фланге сейчас фугасницу скорее всего будем убирать центра этот разведчик меня достал то есть у меня из авиации только нурсовоз на стадии но вызывать нурсовоз ради того чтобы сбить разведчик как ты не камильфон лучше пусть он знает обстановку на поле боя а я буду давить по полной купил два маленьких минометика чтобы отбивать перед городом сразу бить по колонии пехоты станете и уничтожать все город уничтожен полностью плюс один пошел у меня фронт здесь сейчас закрепим я не видел насколько далеко он прошел я думаю просто он убил танк и все обвалилась то есть я не видел сколько там ход есть и так далее поэтому просто на разведку три отряда рзац чем и хороша эта пехота можно тратить ее просто никуда ну не так нагло как я сейчас сделал конечно зато я максимально увидел какие тут силы здесь три отряда пехоты пушка и разведчик плохо плохо он там укрепился сейчас будем возвращать фугасницу на правый фланг и заниматься чисто правым флангом потому что разведка на левом фланге точнее оборону на левом фланге довольно крепко плюс пак 40 выставим так чтобы он простреливал дорогу плюс у нас есть панзерайвер который чуть позже подведу и огнеметчики сюда все фугасница отправляется на правый фланг ровно к тому моменту когда он притащил пушку сюда просто тут все по секундно чувствовалось мы друг друга понимали он пушку а я к этому моменту свалил ну и фальшики должны работать сейчас довольно таки неплохо стадия б наступила вскрылась пушка фальшики пошли в атаку пушка продолжает вести огонь стреляет по транспорту заставила фальшиков это конечно было плохо бронебойным снарядом вот хеншель у меня уже откадышился как вы видите и можно работать повторно по технике фугасница едет сейчас мы будем выходить на ударную позицию примерно в районе 1200 метров до пушки и через fire позиция атаковать либо вот в эту точку либо вот в эту точку чтоб станет пушку и вот и потихонечку идет вперед он вызвал of map q очень неприятная штука может лучше даже будет ее забрать скорее всего он будет вызывать по вот этой укрепленной позиции of map удар чтоб снести и пушку и застанет танк ну а мы начинаем атаковать правый фланг плюс один у нас идет потихоньку вызвал я первым делом по его это основная штука чтобы завоевать господство в воздухе плюс безопасно вызывать хеншель на левый фланг где собственно есть большое количество техники и потихонечку продвигаемся фальши наконец-то отстанелись до разведчик улетает of map к скорее всего вызвала уже удар вызвала я второй штук принципе он неплохо танкует вражескую пушку более того может даже не входить в ее раньше по подавлять пехоту о чем я говорил штук начинает пробивать по через fire position по этим по этому направлению увидел я черчилль за 140 это уже очень жирные цели нужно вылетать единственное что я ждал истребитель все истребитель куплен теперь можно вылетать хеншель на задании пушка уже потеряла хитпоинт видимо через fire position уже я бить но он покупал купил очень много техники опять-таки не позаботился об его и истребитель не уважает хеншель уничтожая танк причем он был за бокажем видел вот вот этот пехотинец это очень круто минус 140 очков скорее всего улечу но вот заметил стюарт и он угрожает моему маленькому танчику поэтому есть смысл у уничтожить 5 снарядов осталось у хеншель потрачено 8 4 минуты он будет к дэшится в принципе можно улетать единственное что я ждал когда появится да он уничтожил мне пак 40 фугасница но фугасница не появилась поэтому отступаем и потихоньку пробиваем правый фланг через два штуха и маленький танчик истребитель станет транспорт в принципе тоже может улетать смысла нет его гонять гонять его топливом здесь танк в принципе может подержать пехоту единственное что резаться не надо отойти за бокаж что я и делаю чтобы танк смог работать фугасница стоит за бокажем пока ждет пехоту видимо а мы продвину ломаем правый фланг первый штук который вызывал изначально уже почти потратил бы к а тут единственное что пушка сейчас надо отъехать выбираю позицию для того чтобы отступить примерно здесь будет неплохо он может продвинуть дальше также просто нет в общем танком надо отступать вообще в город тем временем я вроде сейчас буду заказывать пионеров сразу предвкушая то что он будет через них же атаковать город через возможно еще один of map удар и пионеров фальшики высаживаются сразу убивает отряд пехоты разведка вскрылась минус отряд пехоты 2 за станем 2 фальшик дичайшим фугасом начинает настреливать по райфлам разведку уничтожено штух и танк можно пускать через вот эту позицию здесь пушка часто стоит поэтому лучше на центральной дороге его не светить фугасница все также стоит и светится на хеншель четыре минуты на четыре минуты пока выведен из строя заказал один ряд пионеров сюда наверно сейчас в квартала засуну и потихонечку давим правый фланг самое главное создавать очень сильное давление да он вызвал еще одну пушку но от этого никуда не скрыться можно было конечно разведку там вызвать и прочее но это все я и сам могу сказать просто когда рашишь один фланг не думаешь побочных флангов то есть на центре ну вряд ли можно подумать что вот сюда про протащил пушку ради одной техники которая мобильна но он так и сделал вот потерял один штук первая такая серьезная потеря за 17 минут матч потихонечку продвигаемся фальшики без проблем отстреливают рейфлов купил я второе пво чтобы и правый левый фланг был более менее безопасен для работы авиации вылетает разведчик у меня истребитель как раз на кд вы точнее как раз готов работать поэтому хватит это терпеть работаем по разведчик все разведчик уничтожен и вызываю сразу наперед маленькую пушку для того чтобы он если вызовет стюарта можно было было бы с чем чем бороться с этим стюартом более на близких дистанциях это пушка шикарно убивает мелкий фаер-суппорт и легкие танки ну он уже вызвал тоже пво сейчас будем наверное копить на арту чтобы убивать бафорс уже даже два бафор состоит на центре и с левого фланга да причем бафорс убил танчик маленький неплохо на пехота продвигается в район пушки штук вышел на ударную позицию сейчас будем атаковать транспорт бронированный вызывает он сюда пионеров довольно бессмысленно замечен еще один танк тоже неприятно нужен хеншель до пионеры едут в город и начин начался штурм города подводим маленькие минометы вперед сейчас будем он скорее всего вызвал уже в мэп удар сюда не помню на кой на ком фланге как он контролировал не крылась скорее всего на правом вот он вызвал колонну пехоты это я помню заметил и скорее всего сейчас буду отпрыгивать пехоты назад потому что в мой подар скорее всего в район минометов или в район передовых кварталов будет до район минометов первый удар охота может стоять к слову фальшики истратили весь боекомплект осталось 25 пулеметных пуль 25 все 0 осталось 4 пандерфауста до 4 пандерфауста больше ничего нет он даже не может в упор ничем воевать пулеметом только в качестве саперной лопаткой там или чем я не знаю фальшика надо спасать сейчас отведем в тыл в тыл и будем снабжать здесь очень сильно мешает танк черчилль мы максимально держим плюс 2 максимально количество времени ждем перезарядку хеншель я взял тоже окна порту на этом фланге сейчас мы будем помогать все атака шла активно и на правом или на на левом фланге было довольно сложно контролировать все но старался в этот момент вроде как раз таки фальшика сейчас его виду потому что нет смысла его тут держать очень мешал мне черчилль на правом фланге дав все фальшику ходит в тыл командир может пропрыгать дальше убить пионера сейчас главный за микрит по-моему мардер работает уже до мардера можно вызывать марда работает по фугаснице пионер за киды сюда фугасную гранату отбегаем командиром они все-таки фугаска полетела сюда но не резаться в принципе для этого нужны чтобы отвлекать себя урон покупая арту начинаю бить контр батареять по его арте он скорее всего работает минометами смотрите какая траектория полета я еще удивился думаю нифига себе взял минометы но по-моему это тяжелые минометы не маленькие да такие тоже есть шотландцев при помощи минометов тяжелых он легко станет фальшиков поэтому очень важно хорошо контр батареи кстати как мы интер батареи лида не это 70 миллиметровый миномет 81 миллиметр стандартный не не суровым тем не менее застанели его артой теряю фальшиков слева сейчас идет жесткая атака правда пробить пионеров со звездой здание довольно сложная миномет работает с этой позиции раз будем покупать артиллерию сюда хеншель отрабатывает по черчиллю черчиллю забрать не удается меньше застанен черчилль ауф мэп к уничтожено было сообщение только что видимо вы выехал на ударную позицию получил от марта здесь сейчас под микрим гранату закинули командира главный назад сейчас тут подорвется граната до минус отряд пехоты двигаемся вперед сейчас уничтожим здесь правый фланг немного проседает 1000 поинтов у нас уже сажаем последние отряды пехоты очередной танк тут стоит но за счет дымов он мне не дал возможности работать мардером вот что он дымил выезжает уже шерманы за 120 копеек очень неплохой юнит я бы даже сказал отличный деки шотландцев 120 копеек отличный пехотный танк пытался штурмовать вот эти кварталы но здесь транспорт транспорт все контрит работает оффмэп к по его миномету по-моему не убило а шерман неприятный товарищ мардер пока не может открывать огонь у нас есть пионеры и город зачистить довольно сложно штук через фаер позиция работает тут подъезжает черчилль и убивает убивает штук еще 16 минут держаться 20 ночи немечки как я и говорил открываются только на дистанцию 100 метров и за секунду убивает пехоту на в движении мардер получил плюшку от шермана первым выстрелом и отъезжает на починку купил я пак 38 со звездой отличная карта как я уже и говорил плюс один все еще идет у нас сейчас я тупо встал в оборону держать город и правый фланг ценная задача здесь убежать не получилось потому что фланговый огонь уничтожил танчик уничтожил отряд пехоты даст по пехоте конечно у шотландцев большое преимущество в том плане в количестве количестве пехот и как вы помните у ленарта закончилась дека когда он играл против меня что-то подобное потихоньку происходит сейчас в этом бою пехота у меня потихоньку заканчивается вот я начинаю вызывать больше техники больше фаер-суппорта меньше пехоты фальшики в тулу неплохо справляются это реальный какой-то десантный отряд десантная операция в тулу пушка к сожалению за станилась а нет пушка не застанется отлично пытается пытается он выбить кварталы вызвал уже тяжелую в мэп 203 миллиметра уничтожает маленький танчик шерманом против фальшей довольно сложно устоять то есть без фар суппорта он не про это вот он и фаер-суппорт подъезжает черчилль хеншель у меня на перезарядке пока что вызывает тяжелый фнап удар по городу сейчас будем вызывать сюда отряды пехоты вызову пока тяжелую арту чтобы работать по бафорсом которые вдоль карты расположены да потому что хеншель должен должен безнаказанно работать поэтому уничтожаем вот собственно говоря это арта бьет как раз таки по бафорсу танчик маленький не контролил он туда-сюда выкатывался пандрайвер неплохо работает вблизи сейчас он просто распилить этот пехотный отряд особенно на муве минус этот шерман никак не мог достать нужно было продвинуть как-то пушку но все прострелил по простреливалась пехоты фальшик просто как терминатор работает в закрытой позиции дистанция 200 метров идеальная для него работают и пулеметы и fg-42 то есть максимальное количество урона наносится на дистанции 200 метров поэтому пройти фальшик довольно сложно здесь уже и фугасница и черчилль справа фланга фальшики не открывают огонь потому что тут стоял танк и довольно опасно было светиться на пехоту то есть открываем огонь случае атаки быстро уничтожаем а трак пехоту на муве и отступаем за бокаш техники видите дофига у него пехоты огромные толпы пехотинцев штурмуют передовые кварталы пандрайвер хотел уничтожить этот грузовичок получилось минус минус один отряд пехоты пехоты все же его много но она не бесконечная повреждены внутренние фрагменты но танк не уничтожен это скорее всего работала пушка маленький танчик продолжает бить город не отдаем ему слева плюс 0 1300 поинтов и 10 минут держаться в принципе задача по силам но довольно сложная у меня не так много техники а пехота кончается у него еще техники очень много он еще не выводил крокодилы пушку хотел продвинуть сюда но тут уже пехота штурмуют справа пока за смотрите сколько отрядов пехоты он теряет он забывает контролить на этом направлении да ну и особо и не светится там видимо в тулови уже второй или третий отряд пехоты он теряет на фальшике фальшик герой на втул воюет минус отряд пехоты и опять фронт смотрите что он делает фронтом у меня плюс один пошло это за счет этого фальшика я даже не видел этого серьезно и не видел этого бою но я видел что он в тылу но не видел что он так много двигает процент какая жесть его ведь очень сложно оттуда выкурить сейчас только двумя пионерами на лицо желательно под командиром вызывает он еще один офмэп удар да в таких битвах хоть бери вторую офмэпку очень полезная штука когда пехота уже практически не остается вызывать офмэпку и разменивать это офмэпку и кстати свистнул у него саплай разменивать этого офмэпку на отряда пехоты фальшик по-прежнему давит дает мне как раз один процент территории на плюс один и вот его уже закрывают за счет других за счет другой территории ослушайте этот фальшик много сделал для победы остается 9 минут и полторы тысячи поинтов вызывая тяжелый бомбардировщик у меня еще есть хенши просто мы переключались на общий вид и хенши исчез из показываемой техники вылетает тяжелый бомбардировщик вместе с двумя истребителями и хенши кварталы уничтожаются хенши работает по шерману ложка у него все еще жива хенши отправляю на базу опять-таки чтобы он быстрее закатышился и вот они вскрылись две по ложке сейчас надо будет по ним отработать но бы кашки да вот одна карта начинает отрабатывать бафорс до фальшик переместился зря наверное я хотел добежать до артиллерии и уже вышел на более открытую позицию надо было стоять здесь пионеры у него закончились тем не менее на дальней дистанции тоже неплохо отстреливает пока еще есть в общем-то показывает мне что у него есть истребители зачем-то видите фронт остановился как на секунду нигде ничего не атакуется видимо он анализирует ситуацию что происходит и куда атаковать даже истребитель просто так вылетел по сути ничего не сделать ну вот он решает штурмануть наверное вот в эти квартала сейчас будет пытаться пионеры плотно держат оставшиеся постройки тут уже от зданий ничего не осталось город полностью уничтожен ни одного укрепления не осталось а вот передовые кварталы еще остались но там уже не особо и нужно держать оборону да и этот квартал тоже сдох в котором стоять сидел пионер остались вот эти два домика я тут сижу мардер контролирует дорогу фальшка наконец-то застанели причем минометом не пехотой хожу фальшку конец фальшку конец то есть отступить но он видите метается между одним отрядом и другим он не может выбрать направление отступления к сожалению бегает как его артиллерия бьет по второму ба форсу первую отстреляли сейчас по второму для последующего успешного вылета мардер в принципе неплохо держит него есть мг-шка у него есть фугасные снаряды другой техники у меня просто нет ребят маленькие танчики я все все две карты использовал штук элитный я потерял не знаю даже как не заметил даже как где-то он здесь сдох видимо в борт да вот он в борт сдох скорее всего от пушки забыл я ему отключить фугас и видимо и он сдох повернулся на отряд пехоты как обычно а борт у него тройка или четверка у штуха тройка а у штуга не знаю может четверка в общем невелик фальшки отступили под напором миномета и плюс один пошел у него осталось шесть минут плюс один это очень мало для победы ему надо смотрите теряет еще один отряд пехоты прямо в транспорте представьте сколько у него пехоты есть количество присутствует что он переспамил люфтланду очень большой потенциал спама деки шотландцев вылетает хеншель под прикрытием истребителей танк уничтожим истребителями завязываюсь с вражескими чтобы спасти хеншель да и он покупился на эту штуку и хеншель уходит максимум что я потеряю один истребитель это неплохо истребитель стоит 140 это юнит воздуха а танк стоит 140 это юнит земли нормально разменялись сейчас важно уничтожать наземные юниты можно даже ценой истребителей потому что пять минут до конца потихоньку отжимаем потерянную позицию сейчас мы ее обратно вернем фугасы все закончились в мардеров тяжелый бомбер вылетел по первой же попавшейся цели это бафорс потому что истребители ушли в ваг можно было нагло действовать кстати вот он тяжелый миномет о чем я и говорил он взял минометный сетап он не взял 25 фунтовки в принципе правильно тут важна оперативность работы и карта маленькая не нужны большие расстояния поэтому кучей маленьких минометов и тяжелыми минометами можно эффективно работать даже эффективнее чем 25 фунтовками со звездой поэтому да тем более тяжелый миномет он наносит дикий урон интересно я так не рассматривал деку с этой позиции но в качестве турнирных боев я думаю так можно делать и даже нужно то есть под каждую карту затачивать свою деку именно там возможно будут играть те юниты которые в ранке где не берутся и пытается он пробить опять город ему помогает и тяжелый миномет и шерман работает у меня советская арта м-22 по моему это трофейная отработала все осталось 10 бронебойных снарядов и я сейчас буду выводить арту на ударную позицию работать бронебойными снарядами потому что сейчас пригодится все к слову в этот момент я думаю что у меня идет плюс один я так привык что я за синих играю сижу у меня еще и плюс один идет 3 минуты до конца он вообще не чешется а потом такой а это плюс один у него и мне надо начать опять атаковать вот ну тут последний пионер раздыхает мой остается он по-прежнему невредим прыгнул на секунду и кинули гранату чтобы уничтожить пехоту и все атакующий потенциал опять тут за чах выглянул посмотреть что тут происходит лошадь не выглядывал фальши получили по лицу у меня еще были фальши даже сюда фальши вызывал потому что третий отряд появился только два была вот пытаюсь закрыть ненужные проценты потихоньку закрываю карту вылетает два истребителя на подстан они бьются никуда тут у него разведка отсутствует мардер двигает фронт остается две минуты оба мардера отстанялись причем получили боезапас частично он уничтожает по вошку которая и так уже пустая обстребители получают от флака остается минута плюс один чтобы вы понимали начисление одного очка сдается раз в секунду то есть если остается минута тридцать это девяносто очков то есть шестьдесят за минуту получаешь и тридцать за тридцать секунд каждую секунду одно очко девяносто очков это чтобы вы понимали как рассчитывать сколько сколько вам надо на победу плюс два за минуту сто двадцать очков плюс три сами считается сто восемьдесят и так далее ух ты я даже бомбардировщик уничтожил двумя флаками это да потерял здесь мардер слишком близко от дистанции хотя у меня есть еще один сейчас он будет отстреливать 45 секунд осталось раз разведка уничтожается летает какой-то самолет маленький бомбер будем атаковать бомба упали не совсем чтобы точно пошел он атаковать в принципе может продавить но осталось 20 секунд я уже ничего не микро просто наслуждаюсь победой это именно она слишком поздно он начал атаковать 4 3 2 1 да это победа это безусловная победа и мы выходим в полуфинал да под конец потерял я юнитов конечно смотрите кд отрицательно на 400 поинтов но это неважно под конец боя для того чтобы сохранить нужный тебе счет можно терять авиацию можно терять юниты можно вообще терять все что хочешь когда остается 2 минуты до конца пак 40 авра штук пушка хеншель 1 2 3 4 4 танка причем этот хеншель никогда не был сломанным он никогда не был имбовым его очень легко законтрить одной пвошкой потому что он косой и без звезд и он очень долго пристреливается вот то есть если хеншель b1 стреляет очень быстро и за каждый выстрел пристрелка идет то есть в течение 30 секунд в упор он уже имеет точность под 70 процентов этот хеншель летит работает не так быстро и его легко законтрить но получалось вылетать именно в те моменты когда у него не хватало денег на авиацию и на пво то есть он был уверен что я не буду вызывать хеншель ну выехала одна фугасница ну и что кто будет вызывать хеншель но именно в эти моменты вылетал и получилось так вот забрать неплохо так купить танк маленький танчик кстати забрал забрал шерман панзер 35 неплохо фальшик я все вспоминаю этого фальшика который в тылу в тылу держал фронт просто на один процент который мне был необходим на плюс один штух штухи в основном станили то есть не обязательно ему убивать он станет пехота отступает и пехота возможно добивает и так далее то есть он гораздо больше делает чем просто убивает юниты пионер неплохо смотрите 4 отряда пехоты забрал красавчик арта миномет забрала все таки контр батарея как-то работала вот вторая арта два бафорса забрала пионера пандрайвер который в здании прыгал туда-сюда два отряда пехоты забрал юнкерс 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 мало чего сделал но еще один пионер смотрите как забрал а пионеры короче очень много на убивали несмотря на это у него еще оставалась пехота мардер шерман забрал флаг два самолета успел сбить а у него кто самый эффективный а у него кто самый эффективный оффмэпка самый эффективный юнит смотрите пак 36 пак 40 миномет этот огнеметчик черчилль тут в основном эрзации два говно танка флаг пак еще один черчилль вот самый эффективный юнит мардер мардер панзер штух и еще один маленький танчик это тот черчилль который был на правом фланге и с которым мне сложно было справиться шерман убил но это пустая уже оффмэпка была особо не имело значения кстати интересно пустая оффмэпка засчитывается как 140 поинтов было бы довольно странно пушка убила два мардера да неплохо у него тут юниты эффективные вот он мой штук двухзвездочный на пушки отдался да вот такие вот дела ребят спасибо всем за внимание увидимся уже в полуфинале в полуфинале пока не знаю с кем буду воевать возможно с фузелем возможно с его соперником всем пока 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 пока